Витаю, дорогие друзья, с вами Ян Калка, и у нас на обзоре пиво Ливенбрау. Ливенбро я раньше его называл, но здесь почему-то написано на русском Ливенбрау. Пиво не оригинальное, это лицензия, производится на InBeef EFESI, оригинал. Дальше нефильтрованное, кстати, оно производится только в России, в Германии его нет. Дункель, также обрусевшим 0,45 бутылки с неоригинальной плотностью и неоригинальным алкоголем, уменьшенными по традиции российского пивоварения. Ливенбрау оригинал, смотрим, что у нас здесь. Пиво Ливенбрау оригинальное, светлое, пастеризованное, объем 0,45, экстрактивность начального возраста 12, алкоголе 5,4. В составе вода питьевая, салпеваемая ячменная и хмель. Произведено 08.07.2023 год на 1 год. Обычный стандартный лагерок. Пил я его давно. И, если честно, не помню, что он из себя представляет. Покупалось, кстати, вот это два варианта бутылки по 2,50. Это 0,8 доллара. И вот это вот что-то за 2,20, 2,10. То есть это 0,60, 0,70. Среднезернистая пианая шапка. Пиво довольно светлое. Да, довольно светлое. Светло-янтарное. В общем, прям обычный-обычный масс-маркет. В носу. В носу карамель, кислота. Сера. Но с плохой, скажем так. Давайте сразу пробуем на вкус. Солодовое тело. Капелька горчинки есть на послевкусе. Цвет вот, сами видите, такой светлый-янтарный. Пустенькая. Нос плохой. А по вкусу, ну, совсем просто. Солодовое. Пиво под рыбку на балла 3. С счетом дешевой цены, балла 3-4. Нефильтрованное. Это у нас Келлер. Пиво Любенбрау. Нефильтрованное, светлое. Осветленное, пастеризованное. Экстрактивность начального сосла 12. Алкоголя 4,9. В составе солопива, ненечменные дрожжи, пивные, хмели-продукты. Хмели-продукты. Значит, здесь у нас не хмель. Кстати, пробка East Off. Откручивающаяся, не бронзированная. Здесь более крупнозернистая пенная шапка. Но я думаю, что она будет и более стойкая. Желтый цвет. Желтый цвет. Мутная, дымная. Слабо карбонизированная. Но это для Келлера. И как бы нормально в теме Келлера. В носу. В носу тоже. Вот это есть в аромате белых медведей от Эфеса. Вот это не то карамель, не то вода вот такая у них. Да, тут вообще пусто в носу. Абсолютно пустейшая. Кстати, пенная шапка тоже уходит очень быстро. Я был не прав. Чуть-чуть может дрожжей. Вообще пустая вода. Затухлость чуть-чуть есть. Полнотелая вода водой с кислинкой на послевкусие. Мылит. Да, и очень сильная кислинка на послевкусие. Хмеля нет. Полнотелая, но я бы даже не сказал, что солодовая. Просто кислит. Г. Ну я вообще не люблю Келлера, если честно. Но это вообще пустой Келлер. Просто кислящий, без аромата, без вкуса по сути. А если вы любите кислое пиво, то пожалуйста. Быстрый обжар получается. И думкель. Обратно же оригинальный. Он поплотнее, а этот менее плотный. Электротивность начального сусла 12, алкоголя 4,7. В составе вода питьевая, салпеваренные, ячмены светлые и темные хмеля продукты. Здесь уже бронидированная пробка. Здесь уже бронидированная пробочка у нас. Пробуем дымки. Та же с пеной проблемы. Цвет не черный. Такой темный-темный-темный янтарный, а-ля бархатный. Может тут же сейчас все посмотреть варианты. Пена ушла. Пена практически ушла, но закрывает поверхность. Самое плохое. Балл 2 будет ему. Ну допивать его можно, это просто вода с алкоголем. Так, и здесь у нас так же пена ушла. Пена не стойкая. Нос. Здесь тоже слабоватый аромат. Но есть чуть-чуть карамельки. Ореха я здесь не слышу, который якобы должен быть. Тоже кисловатый какой-то оттенок идет. Но не обратно же пусто. Как называется, стеклом пахнет. Как? Это никак. То есть это не пахнет. Ну вот это пустое, темное, в сторону кваса. Спирта не ощущается. Нигде, кстати, спирта не ощущается. Солодовое, сладенькое, но без хмеля. Что-то очень похожее, знаете, на козла темного, который льют в России. Ну вот это лучшее. Этот лагерок темный, неплохой. Баллов 5 за счет того, за счет цены дешевые, 20,5 рубля. Итого, что бы я купил? Если бы вообще не было выбора, я бы купил, наверное, Dunker. Он максимально без посторонки. Пустой. Абсолютно без претензий на что-то. Пустой, солодовый. Просто вот. Такого пить можно много. Он питкий, очень питкий. Нигде свет, чуть-чуть в аромате кислит, но во вкусе нет. Хлебушек. Сладкий солод. Чуть-чуть хмеля где-то на отдалении. Капелька вы сейчас пробиваете. Достойный вариант. Вот этот вот берите на вооружение. Кто любит темные лагерки, пробуйте. Кстати, изготовлен, чтобы по парте 0,2, 0,5, 23, вводим до 0,1, 0,5, 24. А здесь изготовлен 0,5, 0,6, 23, вводим до 0,1, 0,3, 24, то есть срок годности здесь всего лишь 9 месяцев. Еще раз перенюхаем. Да, вот здесь какая-то карамельность, сладость, гоничащая с кислостью в аромате. Как это писать правильно? Ну, ближе это к карамельке, к жженому сахару. Да, чуть горчинки есть, сладит, кислит на послевкусии. Это балла 3, за счет дешевой цены. Тут уже вообще ничего не пахнет, кислит и все. Это 2, это балла. 5, 6 я поставлю, почему нет? Здесь бы нос чуть-чуть выровнять, в сторону, не знаю. Дать какой-то аромат, то ли орех. Вот здесь вода читается, медведи, вот это вот, золотые бочки, вот оно вот, вот это. По вкусу претензий нету. Это балла в 6. Это достойный лагерок. В общем, 3, 4. Дальше посмотрим, как он расстроится. Это 2 балла. Даже нет. Почему 2 балла? Бал. Не ноля, а балл. И это балла в 6. Дункель. Балла в 6 я точно поставлю, потому что стоимость, ну, хорошая стоимость. Вот такой получился скротечный обзор. Всем спасибо за комментарии, то, что подписываетесь, то, что лайкаете. С вами был Янка Алка. До новых обзоров они выйдут уже очень скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok